Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбай. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Супер Ворлд Бокс, друзья. И сегодня мы наконец-то дождались обновления с дипломатией. Мы с вами этого достаточно долго ждали, друзья. Как вы слышите по моему голосу, я ещё немножко болею, поэтому... Поэтому я немножко болею, вот. Поэтому не хочу болеть. Поддержите меня где-нибудь в комментариях. Так, во-первых, давайте мы сначала создадим новый мир. Так, 4 на 4. Давайте чисто по стандарту просто создадим, посмотрим. Вот такой нормальный. Просто будем смотреть, что как бы добавили, что изменили. У меня есть небольшой списочек. Давайте я его быстренько зачитаю. Так, добавлено. Система дипломатии. Королевства теперь могут быть в состоянии войны и мира между собой. Рейтинг городских отношений и революций. Деревни с низкой лояльностью могут у вас встать и основать собственное королевство. То есть они сами теперь это могут сделать. Это, в принципе, интересно. Флаги для королевств. Королевства могут завоевывать города своей расы. То есть они, я так понял, теперь не будут... Допустим, если одни люди напали на других, они теперь не будут уничтожать город, они будут его захватывать. Это интересно. Новые силы дипломатии отношений. Отображает отношения между королевствами. Новые кнопки в окне списка королевства для быстрого доступа к столицам и королям. Сейчас мы это все проверим. Королевства будут посылать армии на вражеские королевства. Вот это, кстати, прикольно. То есть реально, теперь будут не просто непонятные драки, где попало. А теперь они должны посылать, по идее, армии на чужие королевства. Давайте это проверим. Давайте, допустим, сделаем вот здесь. Так, подождите. Одно королевство людей. И вот здесь. И посмотрим, что произойдет. 21. 21. Так. Теперь смотрите, у нас есть... Вот это, кстати, смотрите, красиво. Теперь реально флаги есть. А можно их как-то поменять? А, у них, кстати, смотрите, у них уже война. У них уже война друг с другом, кстати. Это прикольно. Так, деревни. Одна деревня только. Блин, круто. Мне уже нравится, ребят. Мне уже нравится. Так. Давайте им сразу, не знаю, дадим что-нибудь. Чтобы они развились чуть побыстрее. Камешков. Так. Посевов каких-нибудь. Так. Здесь давайте поставим других. Кстати, смотрите, у нас теперь есть история. Круто. То есть мы теперь видим, когда какое королевство было основано. Когда было новое поселение какое-то основано. И когда кто кому объявил войну. Это круто. Это круто. Так. Ладно, давайте мы теперь поставим, допустим. Кстати, вот у нас есть отношения. Мы можем нажать сюда. А, и мы видим, кто с кем в войне. То есть красная, это, видимо, война. А если бы зелененькая была, то, наверное, мир. Или что-то типа того. Так. Хорошо. Давайте эльфов. Сюда эльфов. Сюда орков. Сейчас посмотрим. Так. И теперь, если мы на... Тихо. Если мы выберем так. Возьмем орков. У них война вот с этими пацанами. Видимо, потому что они на одном острове. И мир с другими странами. Которые на другом острове. Это, блин, прикольно, ребят. Я считаю, что это реально круто. А, ну, в принципе, интересно, может быть мир. Вот если они рядом, у них мир может быть или нет. Это интересно. Так. Что я хотел посмотреть. Я потерял. Где кнопка... Блин, история. Где кнопка дипломатии? Так, это что? Ребят, потерял. Потерял. А, вот. Так, теперь мы видим, что у этих пацанов... А, смотрите, и с этими тоже у них война началась. А с этими мир. А у этих мир с этими, с этими. Но война с этими. Блин, прикольно. Не, вот это реально, вот это, ребят, я ждал. Вот это реально, я ждал. Плюс реально, плюс в комментариях, если ты тоже это ждал. Потому что, мне кажется, это ждали просто все. Так. А если мы вот здесь еще кого-то поставим? Допустим, дварфов. О, смотрите, там уже война, кстати. Только сейчас заметил. О, все, разнесли эльфов. Так. Теперь посмотреть. А, у них тоже война, видите, друг с другом. Вот здесь вот. Так, а здесь, кстати, смотрите, вроде... Да, смотрите, битвы идут, битвы идут. Так, блин, подождите. Вот так. Надо еще привыкать ко всем этим новым кнопочкам и так далее. Блин, ну интересно, интересно. Так, достав... Так, система уровней и опыта для юнитов. Теперь у них есть опыт. Подождите. Так, мне нужна... Вот эта штучка. Пауза, допустим. А, подождите. Ну. А, вот. Так. А где опыт посмотреть? А, вот опыт. Смотрите, 11 из 100. Уровень 1. Блин, прикольно. Так. А, пауза. Королевство. Допустим. Теперь мы можем, смотрите, здесь сразу перейти к... К королю, походу. А, нет, вот король. А это... Столица. Так, а если мы так нажимаем... Блин, не, ну прикольно сделали. Реально круто. Мне нравится, ребят. Не знаю, как вам, но мне прям доставляет. Прям доставляет. Так. Давайте здесь тоже два каких-нибудь королевства поставим. Эльфов. Здесь эльфы. И здесь эльфы. Они сразу, да, воюют? Сейчас проверим. Так. Нет, смотрите, они еще дружат пока что. А, они зато воюют вот с этим. А, вот, уже воюют, уже воюют. Блин, ну это прикольно. Так, а если посмотреть летопись... Смотрите, прям реально целая история. Новое поселение Гендан. Мы сразу хоп нажимаем и смотрим, где это поселение. Прикольно. Я доволен, ребят. Реально. Еще немножко нужно вникнуть в эти штучки все. Но в целом мне нравится. В целом мне нравится. Так, особо ничего нового. Так, из всяких оружий и так далее вроде бы ничего нового особо не добавили. Чума, ну это у нас было. Смотрите, а вот еще написано, что... Дипломатические отношения. Деревня. Так. Рейтинг городских отношений и революций. Где это посмотреть? Вот это что ли? Нет, это статистика. Рейтинг... Так, законы... Немножко непонятно, где это смотреть. Нет, ну это не то. Допустим. Рейтинг городских отношений и революций. Хрен знает, где это посмотреть. Возможно, я слепой. Здесь вроде бы этого нет. Войны, мир... О, кстати, смотрите. Население. Лояльность. А, вот походу. Лояльность. Видите, минус 4. У этого... Амивову... Амивову. Это где? Вот, у этого города рейтинг... Смотрите. Так. Минус 6. Потому что им не нравится лидер. Черты. Количество городов. Расстояние. Так, допустим. А здесь? Так. Не, здесь все хорошо. Ну, интересно. Интересно. То есть, допустим, я так понял, что если кто-то свой город, вот это, допустим, свой город сделает где-нибудь здесь, то он потом может, так сказать, отколоться и разделиться. Это интересно. Это интересно. Так, давайте добавим сюда еще дворфов побольше. Много. Ну, жалко, нельзя там control или shift зажать, чтобы сразу там по 10 спаунилось. Так. Сюда орков. Ну, как-то громко они б-б-б-б-б делают. Мне аж прям неприятно. Ну, ладно. Нормально. Так. У кого с кем война? Ну-ка. Дипломатия. У этих пацанов война почти со всеми. У этих пацанов тоже война почти со всеми. Блин, да все почти со всеми воюют. А вот эти ни с кем не вой, только с этими. О, посмотрите, синие сюда пришли. Ну-ка. И сейчас как раз, подождите, пока я это самое. Так. Опа. Третий город у них. Не, ну, пока он 80. Расстояние минус 5. Ну, ладно. Короче, его сейчас отмудохают. Да. А они, у них, у них была, да, война? Правильно я понимаю? Да, у них была война. Ну, интересно, ребята, за этим всем будет наблюдать, на самом деле. Напишите, кстати, в комментариях, стоит ли старый мир продолжать с дипломатией, посмотреть, что там произойдет, либо начинать новый мир. Напишите об этом в комментариях обязательно. Буду прислушиваться, так сказать, ваших советов. Так, ну да, вроде больше особо ничего. Ну, там всякие исправления сделали. Вот. Ну, особо. Особо-то больше ничего. Ну, интересно. Интересно. Блин. Интересно, сделали ли ли. Допустим, вот если есть ресурсы у одного города, чтобы они могли его передавать в другой город. Вот это тоже интересно. Фух, ладно, ребят. Буду я с вами потихоньку прощаться. Кстати, смотрите, по-моему, новый домик, а может мне кажется. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх, пишите свои самые не на что не на есть офигенные комментарии. Вот. Ставьте лайки. Я сказал даже. В общем, ребят, тогда новая серия по Super World Box не заставит себя долго ждать.